Привет! Вашему вниманию представлена первая из трех частей короткого цикла видеороликов, нацеленных на выработку у барабанщика очень правильной привычки – регулярности занятий на инструменте с получением из этого максимального результата. Это видео, ребята, ни в коем случае не относится к профессионалам, к тем, кто смог выработать у себя стабильную привычку заниматься, получать высокие результаты и зарабатывать на этом хорошие деньги уже много лет. Я не претендую на эксклюзивность. Более того, я не считаю, что эти видео должны стать единственным источником получения подобной информации. Знания и мотивации к действию вы должны получать из разных источников. Ну, во-первых, разрешите представиться. Меня зовут Дмитрий Астрасаблин, я барабанщик из Краснодара, на данный момент мне 31 год, 13 лет из которых я играю на ударниках, из которых более-менее я занимаюсь только последние 4. Но это, друзья, не помешало мне получить статус артиста двух компаний – Мастерворк и КНК, проработать с одним из лучших гитаристов России. Кстати, гитарист, прошедшим, чё там, как? Это не помешало делить мне сцену со звездами первого эшелона «Лимбискит», умопомрачительными гениями инструментальной музыки «Animals as Leaders», со звездами российской альтернативной сцены «Аматори и Стигматов», «FDS», «Дженэр», «Слот», «Луна» и так далее. С Иваном Дорном, кстати, как-то разочек дубасили. Стать преподавателем международной школы «Драмстарс», которую организовали Даниил Светлов и Владимир Зиновьев из «Аматори и Стигматы». Не помешало работать сессионно в Евротуре с «Модерн Метал» командой, не помешало оборудовать свою собственную студию для записи барабанов, записывать альбомы со своими коллективами и, конечно же, создать этот канал для того, чтобы делиться полезной информацией с вами. И всё это за последние 4 года. Меня зовут Дмитрий Астрасаблин, и я сделаю твою тряпичную мягкую задницу железной и мозолистой. Поехали! Эти видео относятся к подавляющему большинству ребят, занимающимся редко, играющим в малоизвестных коллективах, работающим на постоянной работе и не получающим стабильного результата, о котором бы мечтали. Этот цикл роликов, дорогие друзья, поможет вам оценить свои действия, выбраться из глубокой ямы негатива и непонимания происходящего, поставить верные цели и выработать стратегию по созданию регулярности своих занятий и достижения целей. Справа внизу экрана увидите маленькую кнопочку, можете подписаться и следить за выходом последующих видео. Итак, существует несколько причин, следствием которых является плохая игра на инструменте и отсутствие стабильных занятий. И первое, конечно же, возраст. Вы начали поздно осваивать инструмент. Неважно, в 20 лет, в 30, в 40, вы упустили самые главные годы, когда в беззаботном детстве за вами следили и ухаживали родители. Они вас обеспечивали и позволяли вам заниматься чем угодно. Ну и не забывайте, что детям проще всего дается получение новых навыков. Причина вторая. Даже если вы занимались на инструменте с раннего детства, скорее всего, вы не получали образование в этом направлении, не обучались в музыкальной школе, училище, институте и так далее. Причина третья. Отсутствие точно поставленной цели. Без поставленной цели вы обезьяна с автоматом. Любая цель становится вашей. Главное, не называйте причиной этих следствий проблемы, возникающие в вашей жизни. Баба ушла, мужик ушел, если вы баба или... Сами понимаете кто. Потому что регулярно поставленные занятия на поток, как разогнанный поезд, сносят любые преграды. Итак, допустим ты, допустим, среднестатистически никому не интересный, неизвестный, плохо владеющий инструментом индивид, который испытывает постоянно негатив, дискомфорт и неудобство по отношению к себе и по отношению к более трудолюбивым ребятам. И что ты в таких случаях обычно делаешь? Постоянно злишься на себя из-за того, что ничего не можешь этим поделать и не научен правильному подходу к занятиям. Злишься на других, на их успехи. Начинаешь дико дрестать с подливой в комменты, что у этого гитара не того цвета, здесь проводок не такой, у этого тарелки разбиты, матовый, нужно протереть, покрасить что-то. Пытаешься отвлечь свое внимание от успеха этого человека. Ухмыляешься со слабых достижений других ребят. И что хуже всего, начинаешь поддерживать чужие бездействия. А что еще? Ты пытаешься бежать от своих собственных бездействий, пытаясь спрятаться за какие-то ненужные дела. Ты пытаешься помогать другим людям решать их проблемы, которые к тебе не относятся, тем самым пытаться поднять свою самооценку, типа смотрите, какой я полезный. И конечно же ты ищешь в себе оправдания. Посмотрите, здесь слаженный коллектив, именно поэтому у них все хорошо и здорово, у меня такого нет, у меня все хреново. Этот играет с детства, поэтому он играет хорошо. Этот учился в Беркли, Кимоназарета, Гнесиных, Аграрном институте. И пытаешься ускорить процесс поиском ключей для быстрой, вкусной и ровной игры. Если бы ты, дорогой друг, поинтересовался у профессионалов, существуют ли подобные ключи, они бы помотали головой и сказали, что их нет. И оказались бы жестоко неправы. Эти ключи существуют. В следующем видео я их разложу по полочкам. Подписывайся на этот канал, ставь лайк, пиши вопросы в комменты. Увидимся в четверг.